С сегодняшнего дня начали в школу работать, готовим продукты завезены, все сделано, долговку, заработной оплаты на предприятии нет, налоги тоже, я думаю, с завтрашнего, после завтрашнего дня начнем потихоньку выплачивать, чтобы до 20-го числа управиться. В принципе, никаких неординарных ситуаций, ни штабных ситуаций нет. А Вы будете похвастаться чем-нибудь по системе Прозора? По системе Прозора похвастаться очень сложно, экономия в пределах 10 тысяч, но на сегодняшний день уже из тех договоров, которые были заключены, порядка пяти разрываются и будут заключаться новые. Потому что люди рассчитывали на одну цену, рассчитывали, что после следующей поставки они повысят цену, естественно, мы этого сделать не дали. И сейчас рассматриваем тех, что шли вторыми по торгам или будем по новой опять проводить всю процедуру, если мы сможем подключить дорогу. Потому что смысл Прозора, смысл тендеров, когда после проведения тендера, это же обычная практика, выигрывает человек, который занижает изначально цены таким образом, что они даже бывают ниже рыночных. А после того, как он заключает договор, как победитель, он начинает повышать цены. Я могу просто дать один единственный пример, чтобы было людям понятно, наверное, выставили на Прозора такую позицию, как сало, она используется в котлетах. Значит, победил человек, предприниматель из желтых вод, который поставил цену 15 гривен. Заведомо было понятно, что эта цена нереальная. От его услуг, учитывая то, какую продукцию некачественную он начал поставлять, нам пришлось отказаться. То есть сейчас это все идет по-новой. Когда я на мой вопрос, зачем вы это сделали, он сказал, ну я же должен был выиграть. То есть человек рассчитывал, что в следующей поставке он поставит реальную цену, то есть ту, которая есть средняя. А средняя цена, это как минимум 22-23 гривны. Вот это вот и по таким, из-за этого получается. Тоже самая ситуация по гречке. Тоже объясняю. Выставляю на Прозора цену 24-18, выигрывая тендер. Такой цены на сегодняшний день нету нигде в Украине. Средняя цена на 23 марта, которая идет, поэтому она составляет 27 с копейками. Это средняя цена, вот идет которая. То есть 24, даже если я пойду на повышение цены на 10%, я все равно не догоняю до той цены, по которой они покупают. Но это перекупщики. То есть в любом случае нужно выходить на производителей каким-то образом. И я не знаю как, но очень мало производителей именно выходит на сегодняшний день на вот эти площадки. Да, я правильно. Сидит в том, что техническое происходит по тому принципу, что на рынке работают не производители все-таки, а работают дилеры. И рынок вообще разделен у всех. Понимаете? То есть ты занимаешься производством, ты занимаешься тем, ты занимаешься тем. Таким образом, что завод вам будет поставлять гречку, но, как правило, такого не бывает. Единственное, необходима организация нормальная. Если эти люди недобросовестно участвуют в таких закупках, тогда просто эта информация должна быть доведена до... Мы допустим ее через прозору, я проконсультировал, завести через прозору, вести по выводу этих людей. Продолжение следует...